Музыка Приветствую всех наземных жителей и их родителей. Я морской мудрец, граф Батискав. Мы с вами в жемчужной бухте. И этой глубиной владею я, граф Батискав. Подводная математика, мой морской конёк. Я могу пересчитать все жемчужины в бухте. А их, поверьте, немало. Добрый день, добрый день, добрый день. Ваше морейство, пират Акулизуб, ко дню числа 3 готов. Молодец, молодец, молодец. Подожди минутку, я введу наших сухопутных друзей в курс дела. Всё дело в том, что каждый год мы в морской бухте отмечаем праздник числа 3. В этот день мы всё делаем по три раза. Три раза здороваемся, зеваем и даже по три раза завтракаем геркулесовой кашей. Йо-хо-хо, йо-хо-хо, йо-хо-хо. Обожаю праздник, посвящённый числу 3. Я не опоздала? Вы ведь не начинали день числа 3 без меня. Вот я в честь праздника, как и всегда, принесла вам букет цветов. Как и положено, ромашка и... Розы. А-а-а, проиграла, проиграла, проиграла. Что-что-что? Это почему я проиграла, проиграла, проиграла? А потому что букет у тебя неправильный. В день числа 3 нужно приносить букет из трёх цветов. А у тебя что, две розы и одна ромашка? Где тут число 3? Нужно было вот так. Один, два, три цветка. Вот это правильный букет. А вот и нет, а вот и нет, а вот и нет. У тебя одна роза и две ромашки. И никакого числа 3. Друзья, 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 давайте не будем сегодня ссориться. Посчитайте, сколько всего цветов у каждого из вас. У меня 3. И у меня 3. Вот видите, у каждого есть букет из трёх цветков. Всё как полагается в день числа 3. Разделите меня на 3. Всё равно в уминарии неправильный букет. Обязательно должна быть одна роза и две ромашки. Нет, нет, нет. Розы две, а ромашка одна. Ребята, а вы что думаете, кто из них прав? На самом деле, у вас обоих букеты правильные. Число 3 можно составить из разных чисел. Ну, например, из одного и двух. Или из двух и одного. И разницы не будет никакой. Что так 3, что так. Так, в общем, хватит ссориться. Давайте лучше и дальше праздновать день числа 3. Пойдёмте. У меня для вас сюрприз, сюрприз, сюрприз. Потратный корень из числа 3. Это же шторм. Спасайся, кто может. Куда спасаться-то? Куда, куда, куда? Паша, жемчурство, помогите. Сюда. Фу. Кажется, морская непогода закончилась. Всё в порядке, всё в порядке, всё в порядке. Да, да, да. Ой, ой, ой. Все мои старания напрасны. Мой сюрприз. Всё разрушено. Да не переживайте так. Граф, граф, граф. Всё равно это был плохой сюрприз. Подумаешь, какие-то дощечки. Какие-то дощечки? Да они волшебные. И лежали в особом порядке. Ровно по 3 в ряду. И, между прочим, если разложить эти дощечки по 3 в ряд в день числа 3, можно загадать любое желание, и оно сбудется. А теперь всё разрушено. Так давайте опять положим дощечки как нужно. Точно. А потом сможем загадать желание. Уре, уре, уре. Давайте попробуем. Итак, сколько дощечек у нас не хватает в первом ряду? Всех хватает. Одна, две, три дощечки. Первый ряд шторм не разрушил. Угу. А вот второй, тут из трёх дощечек осталась только одна. Значит, сюда нужно положить ещё две. Вот так и вот так. Так, ведь три – это один и два. Да. А ещё три – это два и один. Вот как в этом ряду. Тут сохранилось две дощечки. Нужно добавить одну дощечку, чтобы стало три. Молодцы. Вы почти справились. Осталось ещё два ряда. Так, в этом ряду сохранилось две дощечки. Добавляем одну. А вот так. И ещё одну в последний ряд. Хотя стойте. Здесь совсем не надо дощечек. Тут же все на месте. Все три. Всё, мы справились. Ура! 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 Волшебный узор собран. Давайте скорее загадывать желание. Хотим морские сокровища. Ламинария – отличное желание. Только вот что-то оно не сбывается. Может быть, мы как-то неправильно собрали дощечку. Ребята, точно теперь в каждом ряду три дощечки. Проверяйте вместе с нами. Да, всё верно. В каждом ряду по три дощечки. Ваша жемчужица, а в чём же дело? Вы забыли! Сегодня же день числа три. Желание нужно произнести ровно три раза. Один, два, три. Ламинария – начали. Хотим морские сокровища. Хотим морские сокровища. Хотим морские сокровища. Трижды разрази меня интеграл. Получилось! Получилось, получилось, получилось. Пока не радуйтесь. Сокровища ваши только если вы сумеете обыграть меня в игру под названием «Наоборот». Правила просты. Вы должны всё делать наоборот. Например, я кладу в центр стола два драгоценных предмета. Ну вот, скажем, два драгоценных камня и одну жемчужину. А вы? А я знаю. Раз вы драгоценности положили, значит, мы должны их забрать. Не угадали! Я кладу в центр стола два драгоценных камня и одну жемчужину. А вы должны положить наоборот. Две жемчужины и один драгоценный камень. Поняли условия игры? Да. И я тоже, кажется, понял. Тогда начинаем! Я кладу один золотой слиток и две жемчужины. Так. А я тогда два слитка и одну жемчужину. Интересно. А как поступит акулий зуб, если я положу два зелёных драгоценных камня и одну ракушку? Так. А я тогда положу две ракушки и один драгоценный камень. Верно, верно, верно. Что ж, думаю, теперь вы точно заслужили свои сокровища. А-а-а! Это мне! Убери свои руки камни мне камни. Это моё! Я забираю вот это. Зелёный, зелёный, это мой цвет. Это мой цвет. Нет, это мой цвет. Ложи, это мой цвет. Вы разбудили подводный вулкан. Сейчас извергнусь. Плохо будет вам. Ох, начну бурлить и извергаться, если сейчас же не установите мою любимую коллекцию картин, которую сломал Шторм. Сейчас, сейчас, сейчас. Посмотрите на доску. Пират, твоя картина называется «Трое в лодке». Вот только из-за шторма часть изображений была смыта водой. Прошу тебя, восстанови её. Ох, я, конечно, не художник, но попробую. Так, что тут у меня? Лодка есть, и в ней два человека. Что же нужно добавить? А, понял, понял, понял. Картина называется «Трое в лодке». А у меня тут всего двое. Надо дорисовать ещё одного человека. Отлично, пират. Лавинария, теперь ты. Твоя картина называется «Танец трёх медуз». Посмотри на неё внимательно и дорисуй. Ну, здесь только одна медуза. Значит, нам нужно дорисовать ещё двух. Итак. Картина готова. Встречайте. Танец трёх медуз. Автор – «Ламинария». Молодец, ламинария. Теперь можешь плыть домой. Спасибо, спасибо, спасибо. Забираю свою часть сокровищ. Так, так, так. И убываю. Остань. Свою сокровищ. Пока. Пока, пока. Пока. Ну, а мы посмотрим, как справился с картиной акурий зуб. Прекрасно я справился. Вот, что скажете, уважаемый вулкан? А что, мне нравится. Кажется, в тебе, пират, спит великий художник. Надо будет заказать тебе какую-нибудь картину. Подумай над этим. Ну, а пока ты думаешь, я посплю. Пират, ты тоже можешь идти. Только сначала давай исполним танец в честь числа три. Ты помнишь? Сначала три хлопка перед собой. Потом три над головой. А затем три раза подпрыгнуть. Ребята, и вы танцуете вместе с нами. Ну? Три морских дроби и квадратный корень из трех. Хороший сегодня день вышел. Так, поплыву считать добытые сокровища. Ребята, а вы хорошо запомнили, из каких двух меньших чисел состоит число три? Давайте повторим то, что сегодня узнаем. Мы отпраздновали день числа три. Выучили танец торжественный. И исполнили желание пирата и ламинарии. А также мы выяснили, что число три можно составить из двух меньших чисел разными способами. Из одного и двух, а также из двух и одного. Запомнили? Уважаемые наземные жители и их родители. Готовы к домашнему заданию? Итак, поиграйте со своими друзьями или родителями в игру под названием «Три». Правила просты. Возьмите три пуговицы, в одном кулаке зажмите две пуговицы, а в другом – одну. Пусть остальные угадают, в какой руке сколько пуговиц. Если угадали, поменяйтесь ролями. Теперь отгадывайте вы. Учите математику, но и письма мне писать не забывайте. Ваш граф – батискав. Батискав. Нужна нам математика, как воздух под водой. Сестрёнку или братика, скорее берись с собой. И с нашими героями учись всегда на пять. Подводные сокровища поможешь сосчитать. Один, два, три, четыре, пять. Теперь я научусь считать. Программа есть подводный счёт. Кто знает счёт, тому почёт. Сокровищ много под водой. Собрать их надо нам с тобой. Со дна подводного достать. И математиками стать. Один, два, три, четыре, пять. Теперь я научусь считать. Программа есть подводный счёт. Кто знает счёт, тому почёт. Кто знает счёт. Кто знает счёт. Кто знает счёты. КППП. Кто знает счёт.